Дорогие зрители, я сейчас почитал книгу историка Альденбурга «История царствия Николая II» Такой довольно большой том, страниц 800 Записан был, насколько я понимаю, по заказу общества монархистов в эмиграции После Великой Октябрьской царствической революции И Альденбург сам по себе человек интересный Он был сыном известного академика Альденбурга Что интересно, что когда Альденбург эмигрировал за границу при помощи папы Он сперва хотел из Крыма уехать, но что-то у него из Крыма уехать не получилось Так он уехал из Петербурга, заметьте, уже из большевистского давно И помог ему в этом папа, который даже возглавил по министерству просвещения А потом его оттуда убрали, но он стал президентом Академии наук И якобы вел себя очень вольготно, даже двух большевиков забаллотировал И умер уже в 1934 году от старости Но при этом еще указано в этой книге, что в свое время этот академик Альденбург Папа-историк Альденбурга встречался с Лениным Вот сразу возникает вопрос, где он с ним мог встречаться? У пивного ларька? Да Но дело в том, что в академической среде Ленин не появлялся А насколько в Альденбург, так сказать, не участвовал и в революционных всяких съездах Тоже это не его совершенно была тусовка Ну, может быть, по каким-то масонским каналам, не знаю Ну, как бы то ни было Значит, прочитал я эту книгу Книга написана, в общем, традиционно Но, тем не менее, там есть интересные моменты, которые буквально несколько я бы хотел осветить Ну, во-первых Ой, там есть фотография Николая Второго Фотография в молодости его Фактически юношей Ну, наследника престола, да То есть, вот обычно, вот мы знаем уже Николая с бородой Борода, она очень скрывает вообще лицо человека Он как бы за бородой прячется А без бороды многое становится ясно Тем более на молодом лице Вот там видно, что это человек умный Скрытный Даже, может быть, волевой Но при этом он смотрит на зрителя, ну, как Ну, скажем так, брезгливо То есть, понятно, что золотая молодежь Имеет такое выражение лица А наследник престола – это самый золотой Из всех золотых молодых людей из страны Но, тем не менее, вот это Объясняет некоторые другие вещи Мы знаем, что Николай II, в принципе, он очень много занимался рокировками в правительстве Прежде всего, в своей администрации Он менял людей постоянно То есть, искал более правильных И это хорошо Но, как-то вот лучше не становилось Возможно, это связано с тем, что он все время искал две в одной и той же тусовке Вот Альденбург пишет, что Николай любил посещать аксессорские собрания И, в принципе, это прекрасно Ну, ему нравилась атмосфера собраний Такая простая, бесхитростная Но ведь он же мог там смотреть каких-нибудь там полковников Там молодых, пытающих надежды И пробовать их как-то потом в каких-то своих войнах В каких-то экспедициях И набирать постепенно себе вот какой-то аппарат военный Мы знаем, что вот, собственно, падение Николая в феврале 1917 Прошло прежде всего из-за предательства генералов царской ставки Включая, извините, самого начальника штаба генерала Алексеева И почти всех командующих фронтов и членов ставки, да Вот, а если бы он, например, вот набирал, так сказать, людей сам То, может быть, этого бы и не случилось Мы знаем, что когда вот была русско-японская война Например, он поставил командующим Куропаткина, министра обороны Войну министра Почему он поставил военный министра? Да потому что знал ее просто хорошо по заседанию Вот и поставил Поставил, кого знал А военный министр это как раз очень плохой вариант Потому что это прежде всего логистик, так сказать, хозяйственник Но это никак не полководец, который решает Никак главнокомандующий, который решает кучу всяких проблем Всяких кейсов в режиме нон-стоп То же самое, когда началась Первая мировая Ну, по мемуарам министра обороны Сухомлинова Он собирался его назначить военным командующим Но Сухомлинов сам отказался от этого И, в общем Ну, Николай Николаевич, великий князь назначен Ну, наверное, прежде всего за свой высокий рост Вот, то есть опять он хотел министра Уже пожилого человека поставить на должность Ну вот, а почему? Почему он на этих офицерсобраниях не, так сказать, искал себе будущих генералов? Да потому что взгляд у него был очень высокомерный Он все время работал с одним и тем же кругом Ну вот, интересный такой момент про русско-японскую войну Нам часто говорят, что вот, в принципе, русско-японскую войну Россия должна была и по ней выиграть Ну вот, нож в спину воткнули, как на это немецкое выражение Но относится к немецкой революции Ну вот у нас тоже можно ее употребить То есть революция, она, 1905 года, она подорвала возможности, так сказать, армии действовать против японцев Ну, на самом деле, вот даже исходя из книги Альденбурга Явствует, что основные события революции развернулись уже после того, как был заключен этот мир с Японией Да, то есть, по сути, принципиальная революция не помешала Опираясь на Альденбурге, можем сказать, такое Не помешала России вести войну с японцами Войну страна вела очень, как сказать, ну очень небрежно, очень неаккуратно, нечисто То есть, стратегия была сомнительная, а тактика была вообще невысокого качества Ну, мы эту тему разбирали в многих других моментах То есть, именно вот эта нечистая игра, нечистое качество военного руководства, военно-политического И привела к таким последствиям Ну и, наконец, последнее, это вот, собственно говоря, февраль и вот эти трагические события Вот интересно, что, описывая ситуацию Вот уже, поскольку Николай II стал главным командующим Он отстранил Николая Николаевича от этого поста Отправил наместников на Кавказ И, в принципе, хрон стабилизировался И, в общем, войну Германия должна была проиграть И все было тихо, и думцы сидели тихо долгое время И союзники особо, так сказать, так-сяк Ну, то есть, вроде все хорошо Война выигрывается, на царя нападок нет Но впечатление такое, что уже решение было принято Это была обманчивая тишина И февраль случился не просто так Просто решение о смещении царя и, возможно, его ликвидации было принято На высоком уровне европейском И доведено до исполнителей уже в России И вокруг царя уже постепенно образовывалась зияющая пустота И, в общем, это было чревато вот такими пагубными последствиями И, в общем, это было не такими пагубными последствиями И, в общем, это было не такими пагубными последствиями И, в общем, это было не такими пагубными последствиями И, в общем, это было не такими пагубными последствиями И, в общем, это было не такими пагубными последствиями